Всем привет, с вами снова славный дружиобломов. Чего-то в последнее время я угорел по автоклаву. Кто не в курсе, что такое автоклав? Грубо говоря, автоклав это скороварка. То есть в ней ничего не кипит при температуре 100 градусов, потому что крышка закрыта и бешеное давление. И из-за этого оно начинает закипать типа при 120, 130, 140 градусах. Из-за этого вся еда стерилизуется. Да, может кто не в курсе, чем пастеризация. Типа знаете на молоке написано там пастеризованное молоко, пастеризованные сливки. Чем это отличается от стерилизации? Температурой. Все что угодно пастеризуется, когда ты это кипятишь. То есть оно просто побурлило при обычном давлении вот нашем типа на уровне моря. И все зашибись. Оно типа пастеризованное. Но чтобы стерилизовать, то есть чтобы что-то хранилось в банке капец как долго, чтобы там все микробы, все бактерии, все там сдохло к чертям собачьим, 100 градусов не хватает. Поэтому приходится фигачить это в автоклав, либо в какую-то скороварку. Но автоклав по факту это просто удобная скороварка. И прокипячивать, прокипячивать это при температуре больше 100 градусов. Потому что под большим давлением при 100 градусах оно не кипит. То есть автоклав вы можете запихать в банки или в реторт пакеты. Есть такие штуковины, но потом как-нибудь покажу. Если вы собрались куда-нибудь в поход идти, то вам с собой нести там тушенку в стеклянных банках, наверное, не очень удобно. Можно купить жестяные банки или такие фольгированные пакеты, которые тоже как бы вакуумируются, но там нужен отдельный запайщик. Ну просто чтобы не тащить с собой, блин, стеклянные банки куда-нибудь там в поход. Правильно? То есть какие профиты есть? Профиты в том, что все, что заавтоклавировано, то есть все, что было стерилизовано при бешеной температуре, оно хранится без всяких консервантов, без всякой нитритной соли. Она, кстати, на говной палке расслаивается при большой температуре. И оно хранится может полгода, год. И даже хранится без холодильника. Такие дела. То есть теоретически вы можете приготовить какое-то блюдо, не знаю, там в количестве... Автоклавы бывают вот такие, бывают автоклавы там вот такие на 40 тысяч миллиардов банок. Вы можете один раз запариться, и потом ты просто такой, блин, я устал, я не хочу готовить. Надо же! У меня готовая еда в банке, и она стопудово офигенная, свежая, и нифига не тухлая, потому что она была, что? Правильно, стерилизована. Короче, если вы идете в поход, то, наверное, нужно делать что-то типа тушенки, куриных ножек, и уже в походе вы можете сварить гречу, рис, все что угодно. То есть их лучше брать в сухом виде. Ну, какой дурак будет с собой в рюкзаке тащить воду, в которой размочена греча? Ведь вода по пути есть, и можно гречу тащить с сухой. И потом просто сварить. Но, если вы делаете для дома, то очень круто, чтобы у вас в банке был как бы и мясная составляющая, и гарнир. Я сегодня покажу вам, как сделать котлеты с гречей, которые будут храниться даже без холодоса, будут храниться месяцами. Эти штуки могут стоять на антресолях месяцами, даже просто при комнатной температуре, ну, типа там 20 градусов. Если что, рецепт, я как это, воодушевился рецептом. Есть такой канал человека, который занимается в основном только автоклавом, называется Доброслав. Доброслав. Я типа славный дружи, а он Доброслав, даже чем-то никнеймы пересекаются. Вот. Если вы хотите про автоклав узнать больше, то это не реклама, он вообще не знает, что я существую. Я просто такой, блин, офигенное блюдо. Я приготовил, я проэкспериментировал, получилось вкусно, сейчас покажу вам. Вот. Ну, собственно, если хотите про автоклав узнать практически все, то это на канал ютубовский Доброслав. Начинаем. Сначала давайте сделаем фарш для котлет. Все граммовки у меня есть, я все вымерил, чтобы было офигенно. Че по котлетам? Сначала мы берем мясо. У меня любое, блин, мясо. В автоклаве мягким станет абсолютно любое мясо при стерилизации. Но у меня это индейка. Причем у меня, ну, блин, косточка, это бедро индейчное. Можно брать куриные бедра, можно брать свинину, можно брать филе, все что угодно. Ну, а индейчные котлеты, они такие более, как сказать, полезно диетические. Хотя, если честно, мне по вкусу чуть больше нравятся обычные бедра, куриные. Ну, да ладно, бог с ним. Короче, нарезаем на какие-то полоски, просто чтобы скормить это мясорубке. Здесь примерно килограмм. Да, по поводу граммовок. Это на сколько банок? Это все на 3, всего лишь 3, но литровые. То есть, ну, у меня есть и потоньше банки, на 3 литровые банки. В каждую банку влезет 4 котлеты и 200 грамм сухой гречи. Когда она размокнет, это будет где-то 2 порции. Типа, каждому по 2 котлеты, каждому по 100 грамм сухой, но как бы разбухшей гречи. Будет, типа, получается 3 банки, это 6 порций. Все, что я сейчас говорю, это на 3 литровые баночки. Чтобы котлеты были сочнее и нежнее, я люблю добавлять в них булку и обильно, прям обильно замачивать булку в относительно жирных, ну, это 22% сливках. Ни в коем случае булку не отжимаем. Грамотно в своем канале Доброслав про это говорил, что нафиг ты пропитываешь сливками булку, если ты потом все эти сливки отжимаешь, чтобы все было сочнее, нежнее, слаще. Видите, булка практически все сливки впитывает. То есть, прям напитало-напитало. Ну, лучше так оставить минут на 10. Итак, где-то килограмм индейки, 300 грамм репчатого лука, 20 грамм чеснока, это, ну, 6-7 таких обычных нормальных зубов. 20 грамм петрушки, можно нарезать, можно не нарезать. 75 грамм булки, пропитанные сливками. Замешиваем все это дело в кашу. Ну, и тут где-то 150 сливок, 150 миллилитров, примерно, сливок, чтобы напиталось. Это граммовки для 3-х литровых банок. Все это прокрутим через мясорубку, что нам париться. Я начну с петрушки, вот, чтобы ее там вытолк... И с чеснока, потому что это самые маленькие ингредиенты, и нам нужно, чтобы их, ну, все они потом вытолкались. Далее идет булка со сливками, и она протолкнется уже самым дешевым ингредиентом, то есть репчатым луком. И булку, и все остальное уже проталкиваем лучком. Булку последней нельзя фигачить, просто, видите, она начинает утекать, протекать. Нужно ее после нее что-то пустить, например, лук. Соль 10 грамм. Вот так. И свежемолотый перец 2 грамма. Можно его намолоть прям туда же. Ну, примерно вот так. Все это дело нужно хорошо вымесить. Да, если вы хотите, чтобы котлета была менее рыхлой, такой более плотной, как сказать, более такой упругой, если вам нравится такая текстура, пару яиц туда фиганите. Но мне и без яиц вполне себе зашибись, поэтому я добавлять не буду. Но все это дело нужно хорошо вымесить. Лень вымешивать, добавьте яйца, понимаете? То есть не прихватывают. Но у меня есть этот планетарник, и я ленивая жопа, поэтому за меня все вымесит планетарник, поэтому я даже яиц добавлять не буду, оно и так все вымесится прям однородно. Прям все жужево сюда. Со всеми сливками, чесноками, петрушками, со всем остальным. Ну, добавьте специи еще там, кориандр фиганите, если хотите. И соль с перцем, само собой, вот сюда, чтобы все вымесилось. И вот так вот, короче. Пускай вымешивается 5 минут. В итоге у вас должно получиться примерно 12, не примерно, у вас точно должно получиться 12 котлетосов. Ну, по 4 в банку, в банке 3, 3х4 12. 12 котлетосов по 100 грамм. Чтобы не получилось так, что вы такие, ооо, и 12 котлетосов не вышло, или вышло 16. Лучше взвесить один котлетос, а все остальные сделать примерно такими же. Ну, смотрите. Берем, окунаем руки в воду, берем, фигачим, вот так вот, котлетосину, и прям вот так, фигачь. 92 грамма. Вполне покатит. Следующая в банку будет котлетосина чуть побольше. К рукам, смазанным водой, нифига не липнет. Вторая котлетосина, может капельку побольше. Вот так и делаем 12 штук. Так, отбивай, не отбивай, пофиг вообще на самом деле. Я отобью просто как это, потому что снимаю видосики. Так, и я выскребаю, и вот, посмотрим, какого размера у меня будет последняя котлетина. Ну, плюс-минус, у меня самая здоровая последняя получается, но я ничего переделывать не буду по одной простой причине. А большие с маленькими, ну вот, здоровая получилась последняя, огромную с маленькой, огромную с маленькой, так в банки и кладите, вот и все. Если мы сейчас попытаемся это затолкать в банку, само собой, у нас получится просто как это, просто как фарш. Если мы хотим прям порционные котлеточки, чтобы котлеточка греча, котлеточка греча, им нужно задать корку. Нам вообще абсолютно пофигу на их готовность внутри. Мы их будем делать при температуре там больше 100 градусов, правильно, в автоклаве? Но, чтобы они подхватились, нам все-таки нужно как-то их обжарить с двух сторон хотя бы, не обращая внимания, что там внутри. Просто я вот так вот беру котлетины и просто вот так пускай поджариваются. Подзолотятся и готово. Это такое дело. Главное, чтобы все поместились. У меня огромная антипригарная сковородка. Когда ко мне приходят гости, они говорят, капец, дружи, у тебя сковородка. Я такой, да, у меня капец сковородка. Чтобы котлетки подхватились, я добавил водички и накрыл крышкой. А, собственно, вот. Сейчас корочка. А, здесь еще это не подхватилась котлетка. Корочка появится с другой стороны. Ну и все, по большему счету. Можно заталкивать в банку. С ними уже ничего не будет. То есть, они форму будут держать. Так, а это где тут корка? Все, зашибись, идеально. Ну, а теперь смотрите. У нас есть три литровые банки. Так что, как это, следите за руками. Во-первых, котлетки мы кладем на дно. Доброслав сказал, нужно класть котлетки на дно. Почему? Потому что, когда мы все это дело будем вытрясать, у нас котлетки окажутся, ну, сверху и будут, ну, менее уродливы, что ли, или типа того. Так, раз, два, давай, это были большие котлеты, три, и вот маленькую, четыре. Четыре котлетины. Четыре котлетины в каждую банку. Так, большая, маленькая, самая большая, самая маленькая. Ну, идеальные они у вас, все равно не получится, я имею в виду, типа, будут плюс-минус 10-20 грамм. Вот так. Также, в каждую банку как-нибудь, я забыл на дно кинуть просто, соряночь, а, ну вот, почти на дно упало. Зафигачиваем, один равловый, равловый, лавровый, 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 короче, лист лаврушки и кубик бульонный. Я прекрасно понимаю, мне скажут, это что, это не натурально, бульонный кубик. Народ, бульонный кубик, это натурально, это просто загущенный бульон, там ничего такого нет. Но, если вы макароны варите, добавляйте бульонный кубик, если вы, не знаю, рис варите, просто рис, добавляйте бульонный кубик, потому что просто становится вкуснее. Просто становится вкуснее. Ну, игнорируйте этот шаг, если вы такие, о боже, нет, это химия, это же не просто бульон на костях, загущенный до сухого состояния, это же, о, у нас будет рак жопы, Ну, тогда не добавляйте, что? Добавляйте, будет вкуснее. Причем забавно, но абсолютно пофиг, какой бульонный кубик вы добавляете. Хоть говяжий, хоть свиной. По факту бульонный кубик выступает здесь как, не знаю, как сказать, как усилитель вкуса. Так, куда я добавил, сюда добавил. Главное, чтобы оно туда в водичку падало. Вы скажете, в какую водичку? Водички это нет. Ну, сейчас все будет. Опять же, греча, она вкуснее с жареным луком. Если вам лень жарить лук самостоятельно, да, ну, в котлеты-то он суро идет, и там все абсолютно нормально, то купите жареный лук. Опять же, Доброслав посоветовал добавить жареный лук, экспериментировал, добавлял. Офигительно! Если вы в магазе не можете найти жареный лук, не продается он у вас там в селе, то сделайте зажарку луковую, пару столовых ложек прям такого коричневого-золотистого добавьте. Но я лично грамм по 20 добавлю в каждую банку. Да, примерно вот так. Вот так немножечко перемесим, и надо посолить. 5 грамм соли, это 200 грамм сухой гречи, 5 грамм соли в каждую банку на гречу. Потому что у нас там была соль, но она вся в котлетах уже. 5 грамм соли это где-то вот так, то есть это типа чайная ложечка. И эту чайную ложечку, оп, вот сюда, в гречу. Гречу засыпаем, вот эту нашу подсоленную гречу. Мне нужна воронка, реально, мне нужна воронка. Я сделал гигаворонку, вот, и она меня спасает. Так, гигаворонка. Отлично. А теперь, народ, очень важная штука. Сюда, в каждую банку, нужно добавить 280 грамм воды. Вы мне скажете, 280? Все очень просто. Я добавлял 350, и греча получилась влажной. Она все равно вкусная, все сожрали, все зашибись. Поэтому даже не 300, я добавлял 350, было влажно, даже не 300, а, наверное, все-таки 280, чтобы прямо она была рассыпчатой, понимаете? То есть заливаем 280. Нужны весы, народ, блин. Для этого рецепта, если вы хотите, чтобы получилось, как у меня, то есть зашибись, все прям четко, нужно взвешивать. Потому что, ну, вы добавите там типа 400 миллилитров воды, но у вас будет не гречневая рассыпчатая крупа, а такая прям каша липкая, понимаете? И заливаем все это дело вот так. Кто-то, возможно, скажет, типа, Дружа, что за фигня? Там же вся жидкость уйдет вниз, и сверху будет сухая греча. В автоклаве при бешеной температуре пофиг там все вот так вот будет, все вот так вот, и все пропитается. Теперь ключевой момент. Кобздец какой ключевой? Смотрите, у нас в каждой банке достаточно много дорогой еды. Ну как, дорогой, типа, индейкой наше время стоит денег, да? То есть мы там лучок все это дело прокручивали, да? Покупали какой-то жареный лук, что-то все солили, вымеряли. И если вы берете крышку, которая уже использовалась, то вероятность разгерметизации капец какая. То есть у вас там две банки из десяти пойдут по жопе. То есть вы посмотрите, они там все вытекло из них, то есть крышка не подхватилась. Банки вы можете использовать хоть 50 тысяч миллиардов раз подряд. Это не важно, потому что они стеклянные, что им будет-то? А крышки стоят ничто, но каждый раз берите новые крышки. Банка старая, крышка новая. И протирайте ободок, чтобы оно все прям прижалось. Смотрите, видите? Вот здесь такая, не знаю, пенка что ли. И она должна быть выпуклой, новой. А вот старая крышка. Видите? Здесь оно продавлено. Здесь такой ободок. Можно попытаться и старой крышкой закрыть, но не факт. Лучше брать новую, где этот ободок целый. То есть абсолютно новую крышку. И обязательно вот так вот все протираем. Для того... Вот основное это сверху. То есть вот это вот все должно быть протерто, чтобы оно прям заходило в эту пенку. Прям влипало. Ну и так на всех банках. Каждую банку закручиваем так сильно, как можем, новой свежей крышкой. И берем кассету автоклава. Чтобы закрутить так сильно, кстати, как можете, отлично подходят резиновые рукавицы, знаете, которые антипригарные. О, да, еще пару градусов закрутил. Сейчас крышки у нас нифига не втянуты. Надеюсь, что втянутся. Берем автоклав. Подсовываем туда все это дело. Вот так. Ой, всовывайся. У меня маленький автоклав. Его хватает, ну, нормально хватает на три вот такие литровые банки. Смотрим, чтобы оно там не билось об края. И нормально фиксируем. Вот так. В автоклав я заливаю уже теплую водичку, чтобы меньше ждать нагревания. Но можно и с холодной начинать. Но ни в коем случае не кипяток. У вас там все лопнет к хренам. В автоклаве фишка в том, что все нужно постепенно делать. Залили водичку, постепенно нагрели и медленно потом остудили. Вообще хорошо, когда автоклав остужается часов 6-7-8, прежде чем вы его открыли. Кассеты погружаем и, ну, теплой водичкой заливаем. Вода, чтобы кассеты покрывала, где-то на сантиметр или около того. Засовываем. Блин, как меня бесит эта тема. Все время я туплю. Как ее засовывать? Потому что оно же овальное такое, чтобы поджималось с той стороны. И, и, а, видимо, вот так надо. Вот так повернуть, кассеты подвинуть. Оно иногда у меня засовывается суперлегко, а иногда я такой, Помогите, я тупой. О, все нормально. Эта штука довлеком подожмется сама. Надо только выставить. Вот здесь рисочка, рисочка. Ну, у меня такой автоклав. Если вы, типа, тупите, то берите просто электрический и все норм. То есть, вот эту вот штуку, ее можно даже сильно особо не закручивать, Потому что крышка прилепится намертво изнутри давлением. Вот эта вот штука, она чисто так номинально, чутка зафиксирована. Ставим на огонь. Давление контролится здесь. Температура контролится здесь. Вот, собственно, и все доводим до кипения и до нужной температуры. Котлетки, тем более из индейки, это край 40 минут при 120 градусах. То есть, меряете температуру 120 градусов, Становится больше, чуть поменьше огонь делаете. 40 минут, это край, все будет готово, стерилизовано. Просто капец. И потом вырубаете, и всю ночь оно остывает. Само собой, блин, не пытайтесь открыть автоклав, в котором 3 атмосферы. Это не очень хорошая идея, честно. Итак, всем привет. Через, на самом деле, 2 недели мы забывали. Саша сейчас, Саша, мы же забывали. Да, честно забывали. Мы, честно, забывали снять концовку этого видео, потому что вот эти банки стояли у нас в холодильнике, и уже 2 недели они стояли. Ничего не случилось, крышка втянута. То есть, она прям втянута. Сейчас я попытаюсь своей мускульной силой ее... Слышали? Вы точно слышали. Открутить греча идет заподлицо. Ну, то есть, она, само собой, вся набухла, надулась великолепно. И она суперплотная. Посмотрите, суперплотная. А это из-за того, что довольно много воды. 280 грамм. Но в чем тема? Тема в том, что как только она нагреется, она не пересохнет. Короче, показываю. Вот, я все вытряс, и лавровый листик в финале такой прилипший, который нафиг надо, само собой, удалить. И вы скажете, ну, отлично. Вот, значит, у нас туристическая наша котлетка. Ну, предположим, еще одна котлетка. И что-то греча какая-то такая... Ну, что это такое? Ну, что за ужас? Какие-то куски комья, можно сказать, гречи. Но, как только вы ее разогреете, она вся, как бы, разлипнется. И с этим количеством влаги, то есть, 280, по-моему, 280, да, грамм воды, она не пересохнет, если вы разогреете, в котелке, на сковородке. Давайте я запихну буквально в микроволновку на, не знаю, типа, 4 минуты, 3 минуты. То есть, просто разогреем, и вы увидите, во что превратится вот эта вот плотная штуковина. Итак, после разогрева это все превращается просто в довольно рассыпчатую гречу. А котлеточка, ну, мягкая котлеточка. Вот и все попробуем. С другой стороны, вы же знаете, что тут пробовать. Мягкая, нежная, сочная, просто котлета. Греча. Если меньше добавлять воды, она будет сухой. Почему я не округлил до 250 грамм, или до 300 грамм воды? Понимаете? 300-350, она будет прям супер влажной. А вот посмотрите, вот после разогрева, неважно, в котелке или еще где-то, о, просто офигенная греча, способная храниться месяцами. Я не буду закатывать в глаза, что это ресторанное блюдо. Типа, о господи, офигенно, как я сделал. Это просто очень вкусно. И хранится чудовищно долго. И в любом походе, в любой поездке, да и просто на ужин, это 10 из 10. С вас лайки. А с вами был Славин Дружевобломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Я уже сказал про лайки. И огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.